Про Ассоциацию наркологов и Национальную наркологическую либу по руководству Брюли Лякушева. Что на самом деле создана эта организация? Честно? Я не знаю. Но так как эта организация не занимается, насколько мне известно, научной деятельностью, не поддерживает научные исследования наркологов и не проводит учебных занятий, не занимается обучением, то, по всей видимости, мне думается, что она создана для отмывания денег или для раздобывания денег в наличную жизнь руководства Ассоциации. И поскольку никакого другого смысла, мне неизвестно, к сожалению. Вон там этот смысл на месте, где производится, там уже тут же, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, и потребляется. Мне неизвестны издания Ассоциации наркологов, журналы выпускаемые этой ассоциацией. Ничего такого не происходит. Ну, просто моют какие-то деньги, которые сдают коллеги-наркологи в виде членских взносов. Видимо. А может, что-то еще. Ну, в частности, вся эта история с тестовыми системами, она же идет вроде как через ассоциацию наркологов. Ну, когда надо принять какое-то финансово выгодное решение, ей просто прикрываются. Вот и все. А от коллег вы еще, можно вас, пожалуйста, попросить, вы немножко охотиться? Ну, можно как-то, ну... Не лечь? Нет, ну, более стабильно. Хорошо. Да я такой, к сожалению, подвижный. Да, ну и постараться головой. Не курить, потому что иногда вы смотрите пустое, но все-таки стараться на меня работать. Расскажите, может, вы от коллег слышали об этой ассоциации, которые в ней участвуют, и может, что-то там происходит, помимо отмывания денег? Мне неизвестно ничего, не слышал ничего от коллег тоже. Хорошо. Как вы думаете, ну, излечивание от больных людей, как-нибудь она помогает? Ну, понимаете, какая штука? Тут очень важно понимать одну очень простую вещь. Отечественная наркология никогда не занималась помощью тяжело больным людям. Она всегда притворялась, что она занимается этой помощью. Вообще, отечественная наркология – это в действительности один огромный фейк, одно огромное жульничество, которое так возникло изначально. Изначально под руководством Дарта Семеновича Дроздова возникла 18-я наркологическая больница, в которой, представляете себе, когда-то лежало, когда я начинал там работать, 6 тысяч человек одновременно. Вот, это был идеал социализма, это были трудовые лагеря, которые должны были дать рабочую силу разрушенному оборудованию ЗИЛа. На ЗИЛ никто не хотел идти работать, и туда принудительно направляли так называемых больных. Медициной это все было с самого начала, как бы вам сказать, только чуть-чуть присыпано, так присыпано сверху. И более того, создатели этой системы это прекрасно понимали, но вслух это не говорилось. Была создана такая идеальная система трудовых лагерей. Когда вы утром встаете, вы получаете какие-то бодрящие таблетки, потом на автобусах вас везут на ЗИЛ. И на его филиалы, даже в город Сердобск, Пензенской области, между прочим, на том же автобусе. Там вы работаете в СМИ, ну на станках, которые чаще многие были тогда, даже в 80-е годы, они были трофейными с времен войны. Вот, и тяжело больные люди. Да, а вечером вас привозят, делают вам снотворные уколы, вы спокойно спите до утра. Это был идеальный социализм. Не поверите, даже во время выборов больница голосовала с точностью до доли процента, как вся страна. По нам можно было выборку проводить. Вот. И дальше было все то же самое. Как бы никто никогда не собирался лечить. Почему? Ну, по всей видимости, потому, что алкоголизм, собственно говоря, не является болезнью. Точнее, если быть совсем точным, видите, какие сложные вещи приходится понимать, чтобы объяснить. Если быть совсем точным, алкоголь, несомненно, и наркотики тоже, вне всякого сомнения, вредят нервной системе. Возникает интоксикация. Возникает энцефалопатия. Последствия действия алкоголя. Но это же не вся болезнь. А вот то, что называется патологическим влечением к алкоголю, то, что называется вот самим процессом, если ты хочешь выпить, ты больной, то это просто чушь. Никаким болезням это не относится. Это относится к произвольному поведению человеческому. И поэтому наркология всегда была разделена на две части. Первой частью была, в общем, наука. Это наука, если хотите, отрезвления. Или то, что правильно называется неотложной наркологической помощью. Просто эта наука, она была всегда. А до 1983 года она называлась, да и сейчас, в общем, называется токсикологией. Токсикология – это искусство выведения тех или иных ядов из организма. Вот это та часть наркологии, которая была и осталась научной. А всё остальное, сам процесс болезни, вот его всегда лечили, как хотели. И это всегда было жульничеством. Всегда. Сначала для радикального лечения алкоголизма вводили препарат Торпедо, которого, конечно же, не существует. Да, это смесь чаще всего маленькой дозы адреналина, чуть-чуть никотинки, чуть-чуть глюкозы. Ну, в общем, там, магнезии. Ну, всё, что угодно, чтобы человек покраснел. Ему говорили, вот мы тебе вводим редкий препарат, который будет действовать в течение года. За это, разумеется, брали деньги. Эффект в наркологии всегда был прямым. Я хочу, чтобы вы это знали. Эффект в наркологии всегда был прямым. Чем дороже человек заплатил за лечение, тем эффективнее оно будет. Потом появилось кодирование, которое, конечно, тоже является точно таким же жульничеством, как Торпедо. Уважаемый Александр Роман Дедовженко, ну, в общем, был человеком не совсем здоровым психически, и он верил сам в себя. Но на самом деле всё кодирование заключалось в том, что он спрашивал, на какой срок закодировать, передавливал выходы глазного нерва вот здесь, и лил в рот детскую заморозку под названием хлорэтил. Да, и всё. Ну, сами понимаете, если мы говорим, что пьянство, ну, во всяком случае, не большинство людей. Это произвольное поведение. Да? Я решаю, что я хочу выпить, иду и пью. А если я не хочу выпить, меня, в общем, говорить будет довольно сложно. Так вот, представляете себе, если бы возможность кодирования существовала, я всегда говорю, что бы с нами сделал Сталин? А и что бы с нами сделали нынешние правители, если бы они могли кодировать произвольное поведение человека? Ну, по счастью человека, все всегда стремились закодировать. Поэтому вы не поверите, какую вакханалию поднял Дорженко. Кодировали всем, чем ни по пути. Электрошокерами. А вот я знаю одного доктора, который кодировал бабушкиным торшером. Это был надёжный торшер с педалью, включающий свет. Он туда вкручивал 500-ваттную лампочку и кодировал. Это всегда было обманом. А меня всегда обвиняли в преступлениях. Ну, я в своё время ездил в Дорженко, в Феодосию. Смотрел, как это всё выглядело в реальности. И, в общем, я свидетель всего происходящего. И в чём дело? Дело в том, что опять какую сумму денег вы возьмёте за это? Можно, извините, это безумно интересно. Просто нам всё-таки нужно ближе к реалиям современных. Нет, понимаете, в чём дело? Мы всё ещё плаваем в современных реалиях. По одной простой причине объясню. Дело в том, что, во-первых, торпеды продолжают водить. Кодировать продолжают. Это также стоит страшные деньги для среднего обывателя, тем более для пьющего человека и его семьи. И это по-прежнему остаётся журнурчеством. Так вот, последний главный нарколог решил запретить все эти мероприятия в Москве. В Москве. Мероприятия все остались. Просто стали получать другие имена. Ну, там, не кодирование, а фигирование, например. Да, вот, программирование. И вместо этого предложил пользоваться, ну, фактически, налтриксоном под названием Вивитру. Это препарат опийный антагонист, который имеет пролонгированное действие и используется при лечении опийной наркомании. В общем, для того, чтобы вам не затруднять мозги, я занимался непосредственно прямо в отделении, которым руководил исследованием этого самого Вивитрола и его действия на алкоголиков. Ну, в общем, оно ухудшает состояние алкоголиков и повышает его желание пить. Ну, это с виду как бы не совсем лажа. Импортный препарат, надо порошок разводить, вводят внутримышечно, контролируют состояние. Раз в две недели, не помню. Раз в две недели сначала, потом раз в месяц. Нужно докалывать этот препарат. Курс стоит, я уже не помню сколько, ну, в общем, сотни долларов. Как бы... Все серьезно, но придя к власти, новый главный нарколог Евгений Алексеевич Брюн стал насильно заставлять врачей вводить препарат в Вивитру. И как бы прямо на врачебных совещаниях было очевидно, что он заинтересован в каждой ампуле, в которой вводится человек. Многие говорили, это же вредно. Ну, какое это имеет значение, когда Вивитров приносил личную прибыль Евгению Алексеевичу? И это как бы было совершенно очевидно. Более того, там были люди, которые отслеживали это даже документально. Это было достаточно давно, я сейчас не помню, но тем не менее, как бы... И это почти не скрывалось. Или подавалось, как личное открытие главного нарколога. И без того пьющему человеку вводили препарат, который ухудшает течение его энцефалопатии. Вот что я вам пытаюсь рассказать. Ведь, понимаете, вы же сами беретесь за медицинскую тему. Ну, вот, собственно, понимаете, когда человека, за исключением вот этих самых отделений неотложной помощи и реанимации наркологической, которая занимается профессиональной деятельностью, вся остальная громада занята только тем, чтобы вымогать деньги из пациентов. Больше ни в чем не заинтересует. А для того, чтобы вымогать эти деньги, можно придумывать после вот этого позора с кодированием, национального позора, можно придумывать сотни, тысячи всяких разных приемов и приемчиков. Как бы все то же самое, все то же самое происходит, например, с дикими криками. Мы откроем в отвезвители. Они никогда не откроют в отвезвители. Это невозможно. По одной простой причине. Если раньше пролетариат, гегемон, он напивался на улицах, немножко хулиганил, его привозили в отвезвители, то теперь этот же самый пролетариат добавляет к выпитому успокоительные таблетки, может добавлять наркотики, усиливает это дело химией, пьет аптеку. В общем, пьяный стал совсем другим. И ни один разумный врач никогда не возьмется за то, чтобы руководить вытрезвителем. Почему? Да потому что у него больные будут умирать, а он будет садиться в тюрьму. Вот в чем дело. Он не сможет даже по запаху, даже по внешнему виду, отличить, какое, с каким опьянением человек пришел бы в этот вытрезвитель. Люди будут умирать, он будет за это отвечать. Поэтому вытрезвитель сегодняшний, это фактически целое отделение реанимации. С токсикологическим анализом, с анализом веществ, которые употреблял человек, соответственно, с набором помощи. Вытрезвитель будет ничем не отличаться от отделения неотложной помощи наркологической. Можно вопрос в эту сторону? Но, но, главный нарколог упорно говорит, мы откроем. Почему? Ну, понятно, что главное, чтобы выделили деньги. Потом этих денег окажется мало, ничего не получится, нужны будут следующие деньги. Знаете, вот есть такая, вся эта история, она замечательная. Замечательно, помните, у Хаджи на среде написано, когда Хаджа взялся научить Шаховского и Шака Шаха разговаривать. Ой, простите, они разговаривают, книги читать. Ну, и торжественно увел Ишака. Взял на это 10 лет. Как бы его родственники и друзья спрашивают, ты что, с ума сошел? Ишак же никогда не будет говорить. Ой, никогда не будет книги читать. На что на Среддин ответил, ну, понимаете, какая штука, за 10 лет кто-нибудь обязательно умрет. Или Ишак, или Я, или Падишах. А деньги-то заплачены. Это вообще принцип, по которому работает наша система. Главное нагло, громким голосом чего-нибудь обещать. А когда обещает профессор, крайне хамоватый, активный, продавливающий свои идеи, вроде как профессионал, люди теряются. Они же не врачи. Это я не потеряюсь, потому что я знаю, о чем идет речь. Но не обыватель же, и в общем и не правительство, потому что надо же понимать, что происходит в наркологии. Я же вот почему начинаю сначала. Как бы, что произойдет дальше? Деньги выделят, и не будет ничего получаться. А там или Падишах помрет, или как бы Ишак, или сам, не дай бог, конечно, руководитель проекта. Понимаете, какая штука? Это такой традиционный советский прием журненчества. Я с уверенным видом обещаю, что мы откроем вытвизвители. Даже если я вот настолько профессионал, я понимаю, что это невозможно. Это Динамо. Кто будет открывать вытвизвители? Ну, там, наверное, чего-нибудь поможет наркологическая ассоциация. Группа крупных профессионалов, работ которых никто не читал. Которые неизвестно, что из себя представляют, кроме личной преданности брюн. Конечно, прикроют. Ну, конечно, прикроют. Любое журничество запросто прикрывается псевдонаукой. Это же демагогия всего-навсего. Просто она псевдонаучная демагогия. То же самое абсолютно с тестированием. Ну, что с тестированием? Что с тестированием? Этот самый фермент, который собираются определять у водителей. Достаточно сказать, берете просто любую инструкцию. Другой вопрос, что современный человек не понимает значения слова «косвенный». и читаете, что его уровень является косвенным показателем алкогольной зависимости. Не важно, существует она, не существует. Это уже такое. Третий спор. Но косвенный показатель не может применяться для массового тестирования. Знаете, почему? Потому что он непрямой. Потому что уровень этого фермента будет расти, когда вы едите жирное, много и слишком. Когда вы просто выпили непривычный для вас алкогольный напиток. Когда вы просто чуть-чуть передозировали вчера дозу алкоголя. А научная ассоциация, в которой никто не видел никаких научных исследований, защищенных диссертацией, опубликованных книг, она скажет, да, да, конечно, это надежный показатель. Дальше вы будете читать западную литературу относительно диагностики алкоголизма. Вы вдруг выясните, что для того, чтобы поставить диагноз алкоголизма, такого рода показателей должно совпасть в крови не менее восьми. А тут мы будем лечить водителей из-за один показатель. Понимаете, какая штука? Зачем нужна научная ассоциация? Она прикроет очередной фейк. А каждый приборчик, вот там есть варианты приборов, которые менее, там всего два канала для электрофореза, две пробирки можно сразу делать, но это же для массовых исследований не подойдет. А тот, который многоканальный, то есть который позволяет определять много пробирок, он где-то будет стоить один прибор не менее пяти миллионов рублей. Ну, в общем, конечно, нашей стране что нам, жалко что ли? Да, ну, фигня какая. Но вся проблема в том, смотрите, как замечательно. Сначала люди, сначала бюджет заплатит деньги за прибор. Потом наркологи, посмотрев так, найдут в вас признаки алкоголизма. А потом вы пойдете платить и доказывать, что вы не верблюд. а доказать это будет практически невозможно. Вот, например, есть симптом оживления вегетатики при разговоре о спиртном. Надежнейший симптом. Ну, если вы, например, вообще не пьющая девушка, объевшаяся свинилой, из-за этого у вас растет показатель электрофореза, то когда я начну на вас в белом халате такой торжественной, смотреть на вас вот таким взглядом и спрашивать, вам хочется выпить? У меня есть тайное подозрение, что вы покраснеете, судя по вашей конституции. Все, готов симптом. Это будет наполнять пустующие наркологические диспансеры. Они пустуют, они занимаются только экспертизой, они давно никого не лечат, но жрут государственный бюджет и очень немалый. Чтобы вы понимали, бюджет больницы, почему весь этот сыр-бор с реформой медицины возник на бюджет больницы в зависимости от размера несколько миллионов долларов в год. Это очень серьезные расходы и как бы я думаю, что диспансер археологический какой-нибудь московский межрайонный никак не менее миллиона долларов в год жилье и это деньги, которым можно пристроить лазейки. Можно про аппарат подробнее рассказать? Какие еще минусы, кроме большой цены, есть у этого аппарата, который закупать собираются? И про то, что у него есть российские аналоги или можно сделать ресурс? Можно я, я с вашего позволения посмотрю, потому что могу ошибаться все время, вечно. Я хочу сказать, что насколько я знаю, это аппараты фирмы Себиа, которые предлагались к закупке. Ну, и сколько мне известно, это вполне надежный аппарат. Вся проблема в том, что сколько дает откат фирма за то, что выбирают именно ее аппарат. Что касается российских методов диагностики таких сложных вещей, как трансферирующие ферменты, то я в нее не верю. Я думаю, что на это уйдут десятки лет, много миллионов бюджета, а получится что-то вроде российского смартфона. понимаете, что-то такое. В общем, все это построено на все том же принципе. Или ишак сдохнет, или падишах. И все, и больше ничего. Это один из главных принципов нашего отечественного воровства. Так что давайте переремся на секунду. Константин, это вы? Слушай, вот если он торопится всегда. вы говорите, что вы не могли бы более тезисно сказать, что есть аппараты дофировые, и вы говорите, что они не докажут у человека болезнь. нет, я такого к сожалению не могу сказать. Я могу сказать следующее. Я считаю, что эти фирмы, фирмы выпускающие аппараты вполне надежны. Другой вопрос, почему именно фирма Сэйбе рекомендована наркологическая ассоциация, а не какая-то другая, японская или там какая-то еще фирма. Я знаю много не менее надежных фирм выпускающих эти аппараты. Это сложные технологии и я бы не стал рассчитывать на создание отечественных аналогов аппаратов, потому что они в любом случае я могу полчаса рассказывать, почему это произойдет, но они в любом случае будут менее точны, будут давать гораздо больший процент ошибок. Поэтому рассчитывать на отечественные аппараты я бы не стал. Это только кража денег и все, и не более этого. А если дело касается дела не в точности аппарата. Дело в том, что сам фермент и его уровень, видите, даже вы не знаете, о чем речь идет. Вы не понимаете, чем отличается косвенный метод от прямого. Косвенный это не доказательный. Доказательный только прямой. вот я взял у вас кровь и там оказалось я не знаю 2 промилле алкоголя. Это прямой признак того, что вы в опьянении. А косвенный признак это признак необязательный. Понимаете, какая штука? Он может повышаться в крови не только при употреблении частом алкоголя, но и при частом употреблении огромного количества фастфуда, например. И представляете, как это здорово? Сколько сразу появится новых алкоголиков, которых будет лечить Евгений Алексеевич Брюн и его коллеги? То есть это заговор такой? Ладно, вы не могли бы ничего? Я вам объясню. Вы понимаете, в чем дело? Еще раз, я поэтому начинаю с того, что наркология кроме неотложной помощи, это один сплошной фейк, один сплошной заговор. И как бы так было и будет, и всякий человек, который не жулик, он из наркологии в этом варианте будет уходить, на мой взгляд. Там идет профессиональный естественный отбор жуликов, которые всегда а все остальное это же не только наркология, все остальное, как у нас построено бюджетное финансирование на следующий год. В общем, кто убедительней пообещает, правда, тот может быть и получит. Там люди, которые распределяют, они же не наркологи, правда, и не психиатры, и не врачи вообще. Что для этого нужно? Убедительная, в общем, чрезвычайно нахрапистая демагогия. Типа мы обещаем, что мы откроем третий психоз, мы обязательно откроем вытрезвитель, мы будем определять точно, кто из водителей алкоголика, кто нет. но это только демагогия, для этого недостаточно методов, понимаете? Это вот безобразие произошло один раз, очень красиво вышиб деньги на тестирование школьников Евгения Алексеевича Брюн. Чем это кончилось? Позорной анкетой, анкетой, опросником психологическим, в котором перечислено название всех наркотиков. Представляете, до школьника спрашивать, ты знаешь, что такое героин, а ты знаешь, что такое марихуана, это значит провоцировать его на прием наркотиков, на интерес к этим веществам. И все. Почему? Да потому что трескучие крики протестирования, кричал я тогда, в те годы, они не были обеспечены методами диагностики, орать-то можно сколько угодно, а методов диагностики нет, ну их нет. И мне, как так? Как это так нет? Я говорю, да нет. А анкетирование, любой опросник, любой психологический тест, он опять будет являться косвенным показателем чего-то там, разных всяких рассуждений. а методов тестирования школьников как не было, так и нет. Ну, кроме, конечно, все того же определения содержания наркотиков в крови на хроматографе газовом или там алкоголя в крови водить. Эти методы есть, а определения методов выявления алкоголиков нет и в ближайшее время не предвидится, по всей видимости, потому что самих алкоголиков то, в общем, не существует. Существует другая проблема. А конкретно про Брюна можете рассказать? Ну, чем вам... Ну, так сказать... Послушайте, давайте еще раз. Ладно? Я попробую. Я никогда не собирался тратить свою жизнь на исследования Евгения Алексеевича Брюна, потому что это ниже моего достоинства. Этот человек, которому писали диссертацию, не написал ни одного слова сам. Это человек, который всегда использовался в качестве своей группы, уволенный уже, отчасти, она осталась только в наркологической ассоциации. Это человек, который всегда использовался в качестве пробойника в Минздраве и Департаменте здравоохранения, благодаря его связям там где-то на самом верху, там был у него одноклассник. он умеет только две вещи. Он умеет уверенно говорить «мы откроем, мы сделаем, мы молодая специальность, и мы сделаем». И все. Делает он это абсолютно хански, абсолютно нагло, и в этой наглости людям непрофессиональным кажется, что они услышали что-то такое реальное. Понимаете, какая штука? А больше мне, господин Брюн, мучительно неинтересен. Понимаете, какая штука? Вот если бы вы с телевидением на меня не обрушивались, я бы даже просто думать забыл об этом человеке. «Ну зачем мне думать, простите, о дураках? У меня есть свои интересы. Я 20 книжек написал в этой жизни, еще хочу дописать». Да, ну просто нам интересен был способ зарабатывать доходов. Что-то я не рассказал. Да, но вы говорили, что непонятно почему этот аппарат выбрали, но каких-то прямых предположений... Слушайте, ну я же не состою в наркологической ассоциации. Правда? Я об этом заранее вас всех предупреждал. Я никак не могу являться юридическим свидетелем по делу, ну поймите же это. Я не интересуюсь даже этими аппаратами, потому что чушь собачья. Может, вы знаете, каким, ну другие случаи, каким образом они зарабатывают деньги? Ну я же вам только что рассказал, по крайней мере, о вот об этих самых оревитроле, который препарат опасный для тех, для пьющих людей, который ухудшает их состояние, который принудительно используется в наркологии. Правда? Рассказал же? Рассказал. Вот. А больше, в общем, я ничего не знаю, зачем же мне придумывать? Вот. Просто у нас были подозрения, но опять-таки мы с вами не считали, что все-таки ему кто-то запрашивает за закупки. Да, несомненно. Ну, несомненно. Ну, я не знаю, кто. Ну, это же обычно и выяснить-то может только следствие, правда? Потому что, ну, там, я не знаю, вы моя приятельница со школы, а у вас знакомая работает в фирме такой-то, да, или там, дружила с этой фирмой, пока жила во Франции. Ну, то есть, ну, это же всегда, это же всегда, понимаете, какая штука, те связи, которые не могут быть публичными, которые надо расследовать, и которые возникают, ну, по принципу доверительных отношений, поскольку и фирме запрещено, разумеется, выплачивать, это же для западных структур просто вообще скандал, скандал, если фирма получает преимущество не благодаря качеству, а благодаря связям к каким-то. Но, зная Евгения Алексеевича, я даже не сомневаюсь в том, что эта фирма выбрана, поскольку она откатывает какой-то довольно существенный процент за каждый произведенный привык. Это дорогие, дорогое оборудование, сложное оборудование, поэтому там еще целая куча, понимаете, мало купить прибор. Его надо, не помню уже, но, в общем, через определенное количество исследований калибровать, закупать новые реактивы. В общем, это такие постоянные расходы государства и постоянные доходы фирмы. А они, конечно, конечно, дают, как мы говорили, и это самое главное. Все остальное фигня. Вот вы берете, ну, просто в интернете, не знаю, в научной литературе. Мы иногда не обращаем внимания на простые слова. Вот вы читаете, вы, начальник, читаете фразу «это косвенный метод». И вы обязаны это предложение отложить в сторону. Потому что косвенный метод прямым доказательством болезни являться не может. Он является дополнительным. И как только вы читаете «косвенный», вы мне сразу говорите, «ты что мне принес? Ты жулик». Ну да. Но мы перестали понимать значение слова «косвенный». Это, вы знаете, что такое побочные действия лекарств? Перебивка. Что такое побочные действия лекарств? Последствия от приема лекарств. Неправильно. Побочные действия лекарств – это обязательные действия лекарств. То есть они в обязательном порядке проявляются, но они не выгодны врачу с точки зрения вашей болезни. То есть они не нужны, но они все равно появляются. А вот осложнение это то, о чем вы говорите. И это, между прочим, вот я почему об этом говорю. Потому что это маленькое слово. Вы не понимаете его значение? Вы можете себе колоссальный вред нанести при употреблении определенных лекарств. Потому что вы решите, что это осложнение. Ну, осложнение у меня не будет. Нет, это прямое действие лекарств. Просто названное таким словом. И то же самое с косвенным. Косвенное вообще не может использоваться, понимаете, какая штука для доказательства чего-либо. Ну, как это косвенные доказательства в уголовном процессе. Их недостаточно для вынесения приговора. Знаете такую штуку? Ну, вот. А вам предлагают косвенный косвенный анализ как в качестве прямого этого самого доказательства. Просто ворой деньги из бюджета. Конечно. Причем, вот понимаете, в чем дело? Можно выходить. Я хочу, чтобы вы это обязательно как-то вывели, оставили. Я пытаюсь объяснить, что косвенный... Я поняла. Это вообще не доказательство. Да. То есть этого слова достаточно, чтобы понять, что все чушь. Ребят, даже работа 4 закончилась. Это вы много раз проговорили, это все понятно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok